Этот человек не нуждается в представлении. Президент Украины Владимир Зеленский стал символом страны, как в ней самой, так и за ее пределами. Он на данный момент, он как бы не то что для страны, а можно сказать даже для целого мира, стал символом борьбы с агрессором. Мы не то что надеемся, да, мы верим, что это так и будет, что дальше все будет лучше, чем было. Эту веру поддерживает в своих соотечественниках бывший актер, который прежде чем стать знаменитым, рос здесь, в одном из рабочих кварталов Кривого Рога. Здесь его помнят и гордятся земляком. Конечно, я знаю его, он играл в футбол с моими детьми. Веселый такой был парень. Я лично его не знала, мне о нем сын рассказывал. Он в первую очередь такой смелый, он простой. Не похоже, что он коррумпирован. Во всяком случае, нам так кажется. Мы его благословляем. Я считаю, нам очень повезло с нынешним президентом, и мне кажется, все, что он делает, это супер. Очень хороший человек, добросовестный человек. Мы ему верим, мы ним гордимся. Он объединен весь мир, и мы ему верим, что все будет хорошо у нас. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. Голова офиса президента тут. Когда Россия вторглась в Украину, стало известно, что Зеленский отказался покидать свою страну. Он заявил, что будет защищать ее, и с тех пор неустанно работает над тем, чтобы мобилизовать весь мир для военной и финансовой поддержки Украины. Некоторые считают, что ему удается изменить тенденции в политических процессах. Из-за агрессии России, из-за войны России, мы считаем, что международные законы больше не работают, говорит политаналитик Сергей Быков. Баланс сил не работает, и международные организации, такие как ООН, не работают. Они не могут остановить агрессию. Поэтому мы должны построить новую систему международных отношений. А Владимир Зеленский – один из тех, кто строит эту новую систему международных отношений. В то время как его страна продолжает сражаться с пятой по численности армии мира, Зеленский уже сейчас одержал свою первую победу, привлекая внимание всей планеты к происходящему в Украине и работая над тем, чтобы это внимание не ослабло.